Здорово вам! Приветствую! Как она жизнь? Не виделись месяца полтора, по-моему. Ну, больше. Ну, кстати, время очень быстро летит. Вроде, казалось бы, да, вот недавно вот эти последние два эфира, которые, в общем-то, достаточно резонансные получились, очень много откликов. И, казалось, вот только недавно было и месяца полтора пролетело. Что, ругают нас сильно, да, говорят, что мы нехорошие? Мы же привыкли. Не, ну да. Самое интересное, что, значит, я посмотрел, где-то 95, 95, даже больше процентов, отмечает, что тема правильная, постановка вопросов очень-то правильная, и люди очень позитивно относятся. И я там пофамильно знаю каждого, кто высказался негативно. Это те же самые люди, которые, неважно там, где мы выходим, они всегда выскакивают, негативно высказываются. Вот. И, понимаешь, допустим, меня хотели приучить к мысли той, что, мол, ой, ты же неправильно поступил, потому что, смотри, один процент, как бы, негативно отнесся. 99 процентов никого не интересует, интересует только один процент. Ну да, да. Ну, давай пройдемся по новостям, что прошло за эти полтора месяца. Так, тезисно, широкими мазками. Кто отреагировал, что на тебя писали, какие кляузы писали, чем ругались. И выйдем на позитив какой-то, потому что обсуждать это, ну, чернуху эту долго ж мы все равно не будем. Ну да, ну да. Ну, сейчас смотри, на фоне подготовки празднования Денья Победы и, в общем-то, тема же, главная, тема номер один это бессмертный полк. И, скажем, вот сейчас главная новость это соглашение. И вся реакция, которая сейчас идет, все отошло на задний план. Сейчас вот главное это соглашение. Я очень рад, что вышло это соглашение. Знаешь почему? Первое. А, ты для тех, кто не в курсе, ты расскажи, какое соглашение, и кто его заключил? Да. Ну, значит, соглашение о принципах организации проведения народного шествия «Бессмертный полк». Значит, сколько здесь? 21 пункт, и заключен он между, значит, «Бессмертный полк» Сергея Лапенков, организатор которого, он сайт «Мой полк» и «Бессмертный полк России». Это тот полк, который, вот когда мы говорим о «Бессмертном полку», мы, в общем-то, сразу же воспринимаем, что да, вот Россия, вот «Бессмертный полк», вот полк, который Владимир Владимирович прошел. И когда вся вот ориентация идет именно на этот полк. И вот здесь парадоксальный момент состоит в том, что, значит, мы знаем, что вся Россия и огромная масса людей – это «Бессмертный полк России», а когда начинаются какие-то обсуждения, что правильно, что неправильно, то нам почему-то, значит, норовят вот ставить точку зрения «Бессмертный полк» Лапенкова или, как мы его называем, «Журавлик». И, да, и для меня, смотри, вот что интересно, очень часто мне говорили, что ты за глупости несешь, какие там разные два «Бессмертных полка», у нас один «Бессмертный полк», а другого нет. И вот когда вышло соглашение, первое, что люди четко, многие такие «ВАП», а говорят, а мы не знали, что у нас действительно два совершенно разных «Бессмертных полка». А в чем суть соглашения? Тоже надо для людей, многие не в курсе, многие не понимают. Да, ты знаешь, вот смотри, вообще само соглашение очень такое противоречивое. Почему? Потому что если мы начинаем по пунктам проходить, вот, допустим, всех возмутил седьмой пункт. И он, если сразу его зачитает, «Следует обратить особое внимание на спекулятивное использование рядом политических сил атрибутики военного времени, красного флага, портрета военачальников и руководителей страны времен Великой Отечественной войны. Портрет маршала в руках правнуков – это проявление личной памяти. Но тиражирование данных символов и портретов является попыткой приватизации бессмертного полка, превращение его в общенародное явление, в предаток конкретной партии или политического течения». То есть пункт совершенно непонятный. Что интересно, вот смотри, когда вышло соглашение, первое, кто ее озвучил, это через эхо Москвы. То есть, и он был преподнесен, когда люди начали, мне тоже перезвонили, ты знаешь, ты представляешь, страшная вещь, говорит, произошла, говорит, бессмертные полки между собой договорились, теперь у них будет как бы общий план проведения этого мероприятия, флаг запрещен, красное знамя запрещено, портреты военачальников запрещены и говорит, что же это такое. Хотя, в принципе, в этом пункте нет такого прямого указания. Ну да, оно такое хитрое, лукавое. Хитрая скользкая подача. И, допустим, вообще, вот самое интересное, что если мы... А, вернусь, смотри, через эхо Москвы Лапенков, допустим, интервью дал. Но подача интервью такая очень интересная. То есть, как будто бы это исходит от бессмертного полка России. Потому что на подсознании же мы сразу говорим, бессмертный полк России, это же тот полк, которым Владимир Владимирович вышел. И вот как будто бы это их подача. Но, если мы еще немножко раньше вернемся, в 2018 году, город Пермь. Мы обсуждали это. Да, да, да. Нет, это тот же самый процесс. Выхолачивание всей истории Советского Союза. Да, да. Придание ему политической окраски, типа это коммунисты, красный флаг. Хотя, на самом деле, красный флаг это не коммунисты. Это скорее большевики. А большевики политически вообще не оформлены. Они же не коммунисты. Да, самое интересное то, что опробный шар в Перми. Да, 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 попробовали. Это Сергей Лапенков. Это мой полк, это журавлик. А соглашение преподносится таким образом, как будто бы инициатива запрещения исходит от руководства бессмертного полка России. Понимаешь, такая хитрая подача. И здесь, если все это рассматривать, вот мы берем, допустим, первый пункт. И вот смотри, он звучит так. А остальные пункты, они, знаешь как, вообще, как бы, настолько вот как-то скользко подается, что-то хотят свое... С одной стороны, вот пишут, бессмертный полк, добровольное, негосударственное, неполитическое, народное движение, главным смыслом которого является сохранение личной семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Главное, выхолощивая... Личное, семейное, но не государственное. Да, это кулакский подход. Да, это народная инициатива. Это имеется же в виду народная инициатива. Мы все собрались, ровно как и победа. Знаешь, в отдельности каждый герой, он ничего сделать не может. Это же наше, общее. А тут вот все сводится. Знаешь как, если бы я не был на онлайн-конференции Сергея Лапенкова, в которой прозвучала фраза, что бессмертный полк это полк скорби и поминовения, то я бы, наверное, так остро не реагировал. Я же видел, откуда еще тогда это все же. Да, да, да. Ну мы с тобой обсуждали миллионы раз, что скорбь и поминовения это нижние миры, это депрессняк, это чернушное восприятие мира, и это не победа. То есть им, получается, бесом этим, наша победа поперек горла, они уже не знают как. Вот и идет выхолощивание любым способом, хоть как-то, давайте вымоем. Ну, ты понимаешь, ну это же, что самое интересное, ну я не удивился, что именно через эхо Москвы подали, значит, этот сигнал, что вот якобы такая инициатива, потому что, опять же, мы вернемся к городу Пермь, значит, попытка провести бессмертный полк без символов победы, значит, руководитель штаба бессмертного полка города Перми, это бывший руководитель отделения эхо Москвы в Перми. То есть, замкнутый круг тут. Если бы это был человек со стороны, мы бы сказали, ой, елки-палки, а что же ее так-то понесло? То есть, Стариков в 15-м году был прав, когда говорил, что это чисто либероидная такая подачка, и они ее будут развивать. Вот они ее развили за 5 лет, да, за 4 года. До вот этого вот. Ну, тогда возникает вопрос, что, когда два бессмертных полка о чем-то там договариваются, при этом прикрываясь народной как бы инициативой, то впору сочинять или создавать настоящий народный бессмертный полк, который по-народному понимает, как это должно быть. Что это прежде всего государственное, народное, всенародное шествие, в котором должен быть верховный главнокомандующий, должны быть все военачальники, а вот это мелкое кулацкое, вот это торгашеское, мое-мое, личное, семейное, вот это жлобство оставим им. Ну, то есть, жлобам жлобово, а общенародное общенародному. Я тебе честно скажу, что многие люди вообще не понимают вот этой подачи, нельзя идти с портретом Сталина. Да ладно, а по морде дать вам можно? Нет? Сталина нельзя нести в бессмертном полку. Верховный главнокомандующий, самый главный координатор победы, да? Ну, не бесы ли, а? Ну, твари. Да? Так, что самое интересное, это, смотри, потерял мысль, значит, преподносится так, что это нежелательно, да? Но первые пробные шары, если мы посмотрим, допустим, ну, тот же Нью-Йорк, В котором только шарики и только журавлик, это же не с точки зрения, потому что администрация города так повелела, я разговаривал с организатором, с координатором, они так решили, потому что им видится, что так будет более правильно. То есть, с одной стороны, они еще идут, там песни поют, там радостно выглядит, что это как празднование победы, но с другой стороны, выключи звук, траурное шествие, люди идут, несут шарики. И это добровольное принятие, то есть, их не подвели к этому и не заставили. Пока что они вот добровольно так считают, то есть, как бы, получается, Сергей Лопенков настолько, как бы, вот промыл мозги организаторам, а они дальше промыли мозги, допустим, основной массе. Но основная масса, я почему, допустим, рад, что соглашение вышло, потому что соглашение показало, что да, у нас действительно два полка. И люди звонят и говорят, Сережа, ты был прав, у нас действительно два полка. И я говорю, да, у нас огромный полк, которым, скажем, президент страны шел. И далеко не огромный полк, который пытается стянуть на себя все это идеяло, показать, что это мы вот такие классные. Мы сделали анализ, допустим, по Челябинской области. Я посмотрел на страницу, зашел мой полк Лопенкова и смотрю, вся Челябинская область переписана, что это все, все координаторы, все у него. Я такой был немножко в шоке, потому что я сам Челябинская. И, значит, стал набирать, знаешь как, вот смотрю у него, его, набираю, значит, картинку, там, YouTube, смотрю видео, не его. Начинаю выходить, ищу руководителей, координаторов, и спрашиваю, и там, допустим, звоню, там, город Троицк, и спрашиваю, вот, преподнесено, что город Троицк, это вот, бессмертный полк, мой полк, Лопенков, вот, они говорят, да забудь ты, что он, говорит, у нас полк победы, никакого Лопенкова тут даже на дух не признают, вот, и такая, знаешь, вот, скажем, хитрожопая подача, потому что его сайт активный, они там все это преподносят, а, к сожалению, вот, сайт бессмертного полка России, он лежит сегодня мертво, на нем, кстати, ни соглашения, ни обсуждения, ни вот этих тем нет, если сегодня мы открываем, не, допустим, новости приходят через телефон, там, или компьютер открывает, все новости исключительно, он нас дает Лопенков, эхо Москвы, и вот все крутится только в этом, и крутят, настолько искажает эту ситуацию, хотя, с одной стороны, вот они говорят, допустим, я могу судить, вот, у нас сейчас прелесть диалога состоит в чем, ты с российской стороны, мы североамериканский континент, то есть мы видим, как и что тут у нас происходит, у нас тоже было до сегодняшнего момента три бессмертных полка, в этом году остается два бессмертных полка, и у нас есть бессмертный полк, который еще до этого успевает отчитываться, сколько тысяч у него людей, допустим, в прошлом году было заявлено 8 тысяч людей, а у нас по всему Торонто более двух с половиной тысяч людей не приходят на все вместе взятые организованные праздники, празднования победы, это составляет, кстати, мы посчитали 0,4% от общей общины Торонто, то есть, если мы говорим, что вот здесь у него в одном пункте, что бессмертный полк это не повод для соревнования, ребята, вы поработаете со своими тогда и не устраиваете вот эти вот показушные отчеты, сколько тысяч человек у нас пришло, это первое. Второе, если мы говорим о том, что это народное явление, то извините, почему у Апинков навяливает всего миру какие-то его условия, его видение и его устав? Не, надо сделать альтернативное соглашение, в котором четко указать, что никакое частное лицо или даже общественная организация не могут диктовать условия всем потомкам победителей в Великой Отечественной войне. Да, это ж победа, вот им поперек горла это победа, ну так это их проблемы, если надо, так мы сделаем свой полк, который намного древнее, вообще ты ж знаешь, да, что это древняя славянская традиция, когда были кроды и не хоронили на кладбищах, отжигали, то перед смертью, в смысле перед кродами снимали маски, фотографии не было еще. Да, мы обсуждали. Да, да, и ходили с масками своих предков, и причем хранили их как зеницу ока, это очень древняя традиция, она на самом деле точно так же, как сказали многие ведающие, что мертвые станут вместе с живыми, и это будет единение народа, причем позитивное, победное, светлое, восходящее вверх, а не депрессивное, горестное, восходящее вниз. Вот вниз это не наше, наше это вверх. И если им это поперек горла, так влах им в руки, пусть тебе ходят где-то там на задворках. Но, кстати, многие пишут и звонят, и спрашивают, говорят, Сережа, слушай, а что нам теперь делать? Говорит, ну не пойдем, мы в полк с шариками. Говорит, сегодня там знамя можно, завтра будет, нельзя. Мы фактически, знаешь, как ко мне обращаются и говорят, что вы, пожалуйста, не говорите, сторонам не общайтесь на эту тему, не озвучивайте, ничего. Вы же отучите людей от того, что надо ходить в бессмертный полк. А, тут очень важный момент. Смотри, у этих людей, которые подменяют понятия, у них есть очень сильная сторона, у них есть ресурс разный, и прежде всего организационный. А люди в своем порыве, им нужен этот организационный ресурс. Получается, что мы, люди, которые понимаем, что здесь вот все не так, мы должны просто этот организационный ресурс создать сами. Зачем нам примыкать к организаторам, которые ведут не туда? Это как, знаешь, вот на дудочке играют и крысу водят в пропасть. Это примерно та же самая. Ну так этого с дудочкой надо нахрен отсюда. Просто. И просто взять, построить свою структуру, которая сама сделает разрешение на прохождение, которая сделает это по человеческим правилам, которая сделает праздник победы со слезами на глазах, но это вверх. Это восхождение духа, а не вниз. Депресняк, и вот это скорбь. Мы победили, нас вообще быть не должно по планам Запада, а мы победили, мы есть. Вот это им поперек горла. Включая на Западе. Да, включая на Западе. Ну сейчас уже Запад-Восток такое понятие очень мы-то везде и вы-то везде вместе с нами. Что Восток, что Запад, это все, как сказал Владимир Путин, Россия границ не имеет. Ну да. Да. Вообще, конечно, с этим соглашением ситуация довольно-таки интересная. С одной стороны, повторюсь, всем дошло, что Бессмертный полк 2 и цели и задачи каждого полка совершенно разные. То есть полк России это действительно часть празднования победы и полк Лопенкова это постоянные попытки что-то выхолощивать, что-то убирать, значит, собирать вокруг себя людскую массу, судя по всему, потом ее либо для чего-то использовать. Но факт тот, что, ты знаешь как, настолько умело манипулирует понятиями победа, за победу, вот все это день победы, но при этом знамя победы почему-то надо убрать. Знаешь, главнокомандующих нужно убрать, ты понимаешь? Все сводится к объяснению довольно простое. Людей, настроенных с позитивом, очень сложно переориентировать или, допустим, использовать в каких-то акциях протеста или еще что-нибудь. Они сразу пошлют их подальше. Если особенно молодежь приучить к тому, что вот этого нет, ты знаешь, я вот представил для себя, вот допустим, вот мы толпа, идущая, несущая там только вот эти шарики, я вообще не понимаю, для чего мы тогда ходим, зачем, что мы хотим показать. Траурный день, что нас вот всех тут убивали и мы скорбим по поводу и следующий этап, мы начнем ругать всех наших бывших главнокомандующих и современной руководства страны, что вот мы такие лузеры, которые там нас убивали, тут нам что-то нельзя делать, что-то нельзя использовать. Это работа с духом народа, то есть дух надо убить, то есть надо сделать, чтобы духа восходящего вверх не было, чтобы был дух вниз. Это, между прочим, исключительно чернокнижники, чернороды, чернокнижники. Вот настолько легко и четко, вот ты смотришь, я даже нет, 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 там посмотрю, почитаю или послушаю высказывание, вот как это навяливается, и знаешь, как мы говорили, не мытьем, такатанем, знаешь, или русское выражение тихим сапом, но потихоньку, вот знаешь, есть выражение, там говори, свинья, свинья, и человек на сотый раз захрюкает, и вот здесь, знаешь, вот выхолощивание, это знаешь, как вот тебе на подкорку заселяет, лузер, 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 и в конечном итоге на сотый раз ты, да, я понимаю, я лузер, и пошел, но есть кто-то покупается на это, слушай, основная масса людей, в принципе, даже не понимает, о чем разговор, потому что в отдельности, когда ты разговариваешь и людям раскрываешь глаза, я говорю, вот вы почитаете, вот эти вещи, и они такие, ну, еще очень сложно то, что те, кто приняли для себя, допустим, позицию Лапенкова, и они, многие из них видят, что это путь неверный, что это путь не туда, но признать, что вот я такой, как бы, извините, лоханулся, и людям сложно, сложнее всего же признавать свои ощущения. Ну, да, 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 да. Ну, я, тут тоже происходят процессы, я про соглашение услышал от тебя, но я слышал здесь тезис о том, что поскольку это международная акция, соответственно, нужно объединять, соответственно, выдвигается такой тезис, что, например, Украина, она же там декоммунизирована, и, соответственно, вот вся вот эта символика, как в Польше, как в Европе запрещена, соответственно, это надо убрать. Но это же обратным действием и сделает с нашей молодежью все то же самое, это та же самая, ну, де-русификация, де-коммунизация и вообще забывание историй. И получается, что если мы ничего, и полслова не скажем в ответ, пройдет 10-15 лет, и вообще все забудут, а, собственно говоря, по какому поводу праздник? То есть, в конечном итоге, не мытьем, так катанем, они из наших детей выхолощат вообще понимание того, что они потомки победителей, не потомки узников лагерей, а потомки тех, кто дали кузькину мать и всем просраться дали. А это же совсем другая энергетика. Ну, с этим надо что-то делать. Тут надо делать разъяснительную работу. Я думаю, что наш разговор, ну, раз люди его смотрят и слушают, то значит, все правильно мы делаем. Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что сегодня, много людей знает, что вот у нас сегодня эфир будет, мы будем затрагивать этот вопрос. Все, допустим, знают мою, скажем, непримиримую, что ли, мне это в укор, многие ставят точку зрения, а какого черта я должен примиряться с тем, что мне хотят втемяшить в голову, что бессмертный полк без знамени победы, бессмертный полк без вообще символов победы, что это как бы правильное какое-то решение. Да извините, это неправильно, мы сливаем все. Конечно, так получается, что наши деды и прадеды должны были примириться с Гитлером и нифига ему и идти, и скорбеть в концлагеря. Ну, по-моему. Знаешь, как вот молодежь приучили же к мысли, к шутке, что, мол, если бы наши деды похуже стреляли, мы бы все сейчас пили баварское пиво. И все ха-ха-ха воспринимают, понимаешь, не отдавая оценки тому, что действительно, это же не секрет, что да, были указания, была такая стратегия, что мы как народ не имели права на существование, права на жизнь, не было прописано. Какое там пиво, да-да-да, это для лохов. Да, да-да-да. Но я думаю, что надо написать перед, осталось до праздника не так уж и много времени, надо расписать календарный план мероприятий. Мне, честно говоря, очень греет идея, я ее давно вообще вынашиваю, поскольку я вижу, что руководство бессмертных полков реально либеральное, реально русофобское, антисоветское, анти... Ну, в общем, там много чего, и при этом у них есть организационный финансовый ресурс, а получается, что сами люди только могут примкнуть к тем, кто застолбил этот ресурс. То получается, надо организовывать третий полк, который не будет заключать этих проститутированных шлюшных соглашений о том, что мы будем что-то прятать, и знамя победы, и с победой не будем связывать. Ну, это шлюхи так себя ведут. А есть принципиальная позиция, мы народ победитель. И это должно выражать все. И парад техники, и парад войск, и бессмертный полк, когда победители, погибшие и умершие, станут рядом с живыми. Это символика потрясающая. Это, извините меня, религиозный обряд, который поднимает дух народа, не только на Красной площади. Соответственно, над этим надо работать. Надо сделать календарный план. Надо, я не знаю, бросить клич о том, чтобы был народный бессмертный полк, который всех либералов загонит под лавку, с саными тряпками, вместе с их эхом Москвы. Чтобы люди по сердцу вышли на бессмертный полк. С портретами Сталина, я не знаю, Рокоссовского, Ворошилова, Буденного, всех создателей победы. И Красное Знамя должно идти впереди. Тут, по-моему, и так все понятно. Знамя это вообще... Это святыня получается. Допустим, в Канаде в предыдущем эфире мы обсуждали вопрос, что вот у нас две дамы устраивали провокации с портретом Сталина. и это имело свои последствия. В данной ситуации, опять же, в силу того, что у нас, допустим, мощное, не просто украинское лобби, а именно то лобби, которое настроено на разрыв связи с Россией, любой какой-то вот шаг, они используют для дискредитации любого вообще движения празднования Победы. И, допустим, в нашей ситуации преподносить, допустим, портрет Сталина то, как было сделано в Оттове, это... Ну, мы видим какие-то последствия. Поэтому я говорю, что в этой ситуации это провокация. Ну да, портрет Сталина в России это одно, но портрет Сталина в государствах, где только и ждут, когда кто-то сделает провокацию, это совершенно другое. Да, это понятно. Это ж понятно даже детям. Да. Но что самое интересное, мы смотрим, а кто же устроил провокацию? Они все, вот кто устроил провокацию, они все являлись членами штаба Бессмертного полка, который координируется с Сергеем Лапенковым. То есть, на бумаге нам это типа нельзя, а вот в Канаде, если это сделать, то это будет шикарная провокация, и мы запретим, допустим, там Бессмертные полки, конкуренты, потому что все-таки Оттовский Бессмертный полк и тот полк, который вот у нас третий здесь ходил с ветеранами, это мы имели прямое отношение, то есть, равнялись на Бессмертный полк России. Так вот, ты знаешь, противоречия, здесь мы говорим об одном, а здесь мы делаем другое, или, ты знаешь, вот мы только с тобой закончили эфир предыдущий, вот полтора месяца назад, и мы сняли небольшую беседу, значит, с ребятами со штаба Бессмертного полка, с Монреаля. Беседа, просто беседа. Мы искали варианты, где, в каких вопросах мы можем сотрудничать. Сразу же эти ребята получили в личке сообщение, где прописывается Сергеев, насколько страшная личность. Все, там и паблецы, и воры, и криминал, все там только нет, и включая его идеи «Славянский хутор», с мемориалом, который открыли вот уже два года, это 300 километров по грунтовой дороге, куда-то, что-то, то есть, такие страсти написали, чтобы вы только отвернитесь от него. Смотрим, кто. Штаб Бессмертного полка Сергея Лапенкова. Это Елесин, это Суворова, это Начатой. И сегодня они все вот там претендуют на что-то, но я, знаешь, что самое интересное, я подумал, что это только в моем случае, а теперь, когда мы об этом начали говорить, и к нам стали поступать информация, люди говорят, слушайте, да тут про вас уже знаете, сколько пишут, что у них такая общая стратегия, то есть, писать и указывать вот в личку и пробовать таким образом устранять человека. Мне стало интересно, слушайте, а это только канадский вариант, канадская схема работы, или это может быть международная, и что ты думаешь, значит, вот первая, кто на меня уже вышел, значит, Бессмертный полк, Италия, девочка говорит, а вот мы с ней уже созвонили, сегодня я не пригласил ее побеседовать, а она говорит, да, та же самая картина, и у нас, значит, прописание в личку, значит, человека оболгать, придумать про него всякую ложь, это, говорит, у нас уже началось, вот у нас началось, мы сейчас найдем, где это еще, и это видно, очень четкое руководство, это идет координация, и не секрет же, куда это сводится, да, и все сводится к тому, что в конечном итоге, вот как и ты сказал, люди начали говорить, слушай, если они легли под либералов, то нафиг, говорит, они нам нужны, потому что они нам не указ праздновать День Победы, они нам не указ, как ходить, они нам не указ, что нести, кого нести, портреты, знаешь, и поэтому, говорит, с одной стороны, я согласен с этим, опять же, возвращаемся, народная инициатива, с другой стороны, они хотят ее четко прописать, и кто, знаешь, как это, лови вора, вот, да, Сережа Лапенкова у нас, родитель за чистоту народной инициативы, так мы только от него и слышим, вечное недовольство, я вот лично знаком, Николай Георгиевич Зимцов, да, и я ему высказывал, говорил, как-то вот последний раз, мы в Женеве сидели, там, в ресторане кушали, и я ему говорю, слушай, ну, ну, как-то, получается, неправильно, вот смотри, он мне все время успокаивал, Сережа, не это, не горячи, спокойно, надо вот как-то думать, там, что-то объединяться, что-то вместе делать, я говорю, Николай Георгиевич, я согласен с вами, что это правильно, но тем не менее, вы посмотрите, вот вы говорили на меня, да, ведь, что я даже не могу отвечать на ту грязь, которая на меня льется, я от вас ни разу не слышал ни одного слова против Лапенкова и принципов его работы, откроешь интернет, там только и пестрит, какой вот он и прохинди, и все, что ты хочешь против Зимцова, я говорю, ну как же, так же нельзя реагировать, все равно, тогда надо освещать и вторую сторону, или если у вас есть договоренность молчать, то значит, должна замолчать и та вторая сторона, и тогда народ начнет, как бы сближаться между собой, а так фактически, говорят об каком-то единении, а ведь пропасть копает все глубже и глубже. Как сказал Владимир Ильич Ленин, прежде чем объединяться, надо сначала очень хорошо разъединиться, прям вот взять и прописать, а что же так, что не так, по флагу, по порядку проведения, по отношению к бессмертному полку, к победе, вот когда мы это все пропишем, вот тогда мы и скажем, давайте-ка объединяться, но на каких условиях? Ну, мне кажется, вот принципы вот этого соглашения, они сильно раскололи общество, конечно, так это и была цель. Да, реакция очень сильная, и причем, ты знаешь, опять вот вариант, что, мол, я же радею за объединение, и так лихо подставили тему, ты знаешь, ее вот в таком свете, значит, поставили перед людьми, что, ну, здесь нет нигде, вот допустим, самый вот этот противоречивый, повторю сейчас, пункт, вот следует обратить особое внимание на спекулятивное использование рядом политических сил атрибутики военного времени, красных флагов, портрета военачальников, руководителей страны, то есть, обратить особое внимание, то есть, нет запрета, нет рекомендаций, не надо это нести, а всего лишь как бы всунули, и свели, а может у них опечатка, надо обратить особое внимание, чтобы люди несли красные флаги, портреты военачальников, и всячески подчеркивали историю великой большой страны, вот, вот, вот такое соглашение, надо взять на камеры, создать комитет, написать акт о том, что комитет, например, города Торонто, комитет города Оттавы, комитет города Москвы, народный, в связи с авральными событиями, связанным с подписанием антинародного соглашения, постановил, переподписать это соглашение, без учета штабов, всех бессмертных полков, которые запятнали себя дискредитацией, и подписать соглашение, в котором обязать, нести красный флаг впереди шествия, нести все портреты военачальников, победителей великой войне, и затем люди идут с портретами, своих предков, победителей, и при этом это не похоронная процессия, а это праздник со слезами на глазах победы, когда дух восходит вверх. Вот это, мне кажется, было бы правильно. Они подписали втихаря какое-то соглашение на нычку, а мы подпишем публично соглашение из группы инициативных разных городов, мы можем подписать это виртуально, по расстоянию, по скайпу, мы можем это обменяться, и постановить для всех бессмертных полков в обязательном порядке нести знамя победы и всех военачальников. А если кому-то не нравится, то ему прямо и налево. Причем соглашение подали как-то, знаешь, действительно по-тихому, и, скажем, сторона мой полк Лапенкова сейчас призвонит, именно уже свое видение, а сторона бессмертного полка России, хуторской руководитель сейчас, ну вообще молчит. Вот просто молчит. Не, ну это значит, что там есть еще более высокий этаж управления, который все это прописывает. То есть, поскольку в инерционах сознания есть вот эти два офиса, то для того, чтобы скрыть теневое управление, значит, вот это вот, вот такая игра делается. Я думаю, здесь надо сделать народную инициативу и махом решить этот вопрос, и забыть о нем. И это поддержит... Это поддержат все во всех странах. Да, сейчас, если как ты сразу сказал, что сначала вот разбор полетов, какие новости, наши отношения к этому, и позитивная часть. Вот, допустим, если я позитивной части, допустим, ко мне сейчас приходит очень много предложений, и говорят так, Сережа, вот нафиг забываем теперь про вот эти все движения, спорные, как они будут ходить, с кем, вот, особенно, ты знаешь, этого несчастного журавлика, под которым, вот действительно, как под дудочку ведут народ, не стесняются, видите, манипулировать понятием победы, а фактически, если вы координируетесь с Сергеем Лапенковым, господи, посмотрите, устал, посмотрите, как нам намазывается это исключительно личное, исключительно семейное. Понимаешь, вот, я, допустим, в течение нескольких лет сталкиваюсь с чем? Вот, допустим, мы два года назад открыли мемориал. Ну, логично, что это мемориал, не на центральной площади, это пока что, это, скажем, вот, парковая территория, ну, таки частная, но это единственная возможность, и тем более, что наши, допустим, ходят, ну, в Торонто, там, фестиваль православной семьи на территории румынского парка, такая же частная территория, но румыны там создали свою такую аллею славы, каких-то своих ученых, поэтов, сделали, и все приходят и говорят, вау, как классно, вот нам быть такое, да, вот, ну, и что мы видим, опять же, со стороны людей, которые представляют штаб бессмертного полка, координированного Лапенковым. Вот, стал вопрос 22 июня, день, свеча памяти, так они что теперь делают? Они уже делятся, находят на территории Онтарио, неважно где, любые мемориалы, которые посвящены канадской армии, и готовы туда везти людей, призывают и ведут, главное, чтобы меньше людей пришло сюда. Стоишь, парадокс о всем? И, и так абсолютно во все. Я, мы получили очень много, ну, допустим, мемориал был открыт, ты же сам был свидетелем, как небезызвестная Люба выдала этот, первым о том, что я украл Родину-Мать. И пошла волна. Любым случаем, в любом случае, как бы, знаешь, это не важно, я это или другой был бы, но это не вписывается в их схему, и это нужно дискредитировать. И поэтому люди сейчас говорят, что, слушай, посылать этих всех подальше, мы по-своему имеем право праздновать День Победы, у нас есть свое видение, оно очень четкое, оно не подвергается никаким вот во всяком вот этим, знаешь, либеральным подачкам, и в принципе, мы, вот, начиная сегодня, начинаем обсуждать, какие культурно-исторические мероприятия, с какой привязкой, к какой дате, к чему, мы будем, как бы, делать сами, без оглядки на какие-то руководящие органы, мы будем продумывать свой сценарий, мы будем приглашать, допустим, ветеранов или блокадников, кто у нас представляет ассоциацию ветеранов Великой Второй Мировой Войны, вот, они у нас будут почетными гостями, но нам никто не будет диктовать. То есть, мы действительно хотим делать это все, как вот народную волю, и в принципе, как нам такое. Ну, полное взаимопонимание, вообще, я бы с удовольствием, будучи там у вас, я бы поучаствовал в этой организационной работе. Но я попробую здесь. Ну, честно говоря, мы даже с Игорем, значит, обсуждали вопрос, уже говорили так, надо с этим, проработать, вот, как бы, документ, концепцию, а потом, все, что касается, допустим, по-славянским направлениям, по всем этим, у вас уже, там, какие, сколько интересных, интересного опыта, по твоим, он только передачам посмотришь, надо попробовать с ребятами связываться, с некоторыми я уже связался, они сказали, что, вот, как бы, трогайтесь с места, и мы, мы поможем, мы вам дадим информацию, как это все работает, станет вопрос, если будет возможность, чтобы с Россией ребята приезжали, и откликнулись уже несколько человек, мы готовы приехать вам, допустим, на какие-то мира, эти предприятия, уже отработанные, как не технологии, но что-то такое, помочь, чтобы, ну, дать старт вообще, знаешь, как тебе сказать, что наша жизнь, вот весь год мы же, не только в том, что вот 9 мая, бессмертный полк, а потом мы сидим и опять год ждем, когда придет 9 мая, в общем-то, мы так ни молодежь, ни детей, ни будущее поколение не воспитаем с памяти, мы, в общем-то, должны работать в течение года, и работать в программах детских, летних лагерей, и какие-то реконструкции, какие-то театрализации, и все это надо делать, потому что, если ребенку интересно, он начинает в это играть, он это запомнит, ему это в голову четко войдет, если вот его привести, чуть ли не насильно провести по бессмертному полку, очень часто он даже не понимает, зачем его поднять. Хорошо, ну, в целом, мы обсудили новости последних полутора месяцев, я думаю, что правильным путем идем, товарищи. Да, нам вот, ты знаешь, вот интересно было, ну, я не сомневался, Дима, мы уже друг друга знаем, и друг друга, и, знаешь как, видение этого соглашения, вот, по пунктам начинаешь, когда особенно начинаешь, плюс, когда ты знаешь ситуацию, я повторюсь, вот мы здесь, мы, допустим, видим, я говорю, мы за последние полтора-два месяца, тут все вот эти, ты знаешь, настолько ловко инсценируется все, у них действительно очень мощный ресурс, видно, что идет очень четкая координация, что делать, как делать, знаешь, по дискредитации людей, и вот смотришь, считаешь, думаешь, слушай, удивляешься, в принципе, одно противоречит другому, абсолютно, просто вот так, как бы просунуть свое. Я сегодня почитал, как бы точку зрения, сейчас я тебе скажу его, знаком тебе, или нет, так, я сутку мне здесь, Димурин, Михаил Димурин. Очень интересно и очень четко, в принципе, знаешь, вот то, что мы обсуждали, он тут сжато, очень четко, как бы указал, именно на том, что, самое главное, знаешь, с одной стороны, повторюсь, кричат народные инициативы, и не лезть и указывать, а с другой стороны, вот, лезут и указывают, да, и причем указывают, мы знаем, что это, опять же, повторяюсь, это празднование победы, у этой победы есть, да, наша, как бы, личная семейная память, есть, значит, полководцы, есть знамена, символы победы, и все это вкупе, вот мы и получили эту победу, и теперь, значит, начинает так, хитренько, знаешь, давайте это вырвем, давайте это, как карточный домик, знаешь, по чуть-чуть, и все это завалится. Хорошо, ну, я думаю, что мы свою позицию обозначили, сейчас я роличек соберу, ссылочку тебе закину, посмотрим, как люди отреагируют, что они скажут, собственно говоря, мы-то пишем не только, чтобы сами высказаться, но пусть люди в комментариях напишут, что они думают по этому поводу, это самое важное, мы весь бессмертный полк собой не заполним. Да, да, и, кстати, я, вот именно с такой, с таким же подходом, потому что мы сейчас начнем обсуждать, и начнем это выкидывать уже на паблик, чтобы они высказывались, но высказывались не просто поговорить, а вот как бы, так, твоя точка зрения, твое предложение, вот из этого мы сложим какой-то один большой пазл, и уже будем поступать согласно народной инициативе. Хорошо, рад тебя видеть, Игоря тоже. У нас сейчас, как бы, немножко попроще будет, довольно так, почаще мы будем выскакивать, давай, да, я тоже на месте. Эфирчики что-то делать, сейчас вот компьютер закончим, А, это ж меня забанили на фейсбуке, и мы потерялись там на какое-то время. тут не поймешь, как еще, я еще удивляюсь, что меня не банят. Ну, хотя, в принципе, я никогда нигде не искал. Ты им не подсказывай, они там не креаторы, они же все копируют, они сейчас начнут тебя банить. Сейчас, ой, да сейчас подожди, сейчас этот эфир выйдет, знаете, сколько начнется такое, да вы, да вы, людей отучаете от бессмертного полка, мне охота сказать, слушайте, да извините, ваш бессмертный полк не в ту сторону идет. Ну, да, нам надо направо, а вы налево, да. Ну, да. Хорошо, добрый, все тогда, да? Да, до связи.